Дорогие друзья, привет всем! Новостной ролик номер... Опа! 4 или 5? Внезапно я забыл. Новостной ролик посвящен нескольким политическим воззваниям. Я в немножко странной для себя роли стою. Я стараюсь в политику не вмешиваться. Стараюсь, но не всегда это получается. И сейчас я смолчать не могу. Математик Азат Мифтахов, аспирант МГУ, мехмат МГУ, три года назад был осужден за что-то типа коллективного разбития окна или какого-то еще действия. Он вообще анархист и занимается в том числе борьбой с действующей властью. Но не только этим, а в частности иногда защищает людей, которые по тем или иным причинам квартиру потеряли, их выселяют, он как-то пытается их защищать. То есть как бы к анархистам как к движению у меня отношение негативное, но в данном случае речь идет о человеке, который ну безусловно как бы человек с чистой душой и многие вещи делал от чистого сердца, действительно желал помочь людям. Да, возможно, они набедокурили, возможно, они разбивали окна. Но он уже отсидел за это два года в СИЗО, то есть это то же самое, что три года, да? Ну и, казалось бы, сейчас хорошо было бы просто его отпустить уже на волю, да? Но есть вероятность, что ему будут пришивать исходное дело о бомбе, в котором, когда его первый раз повязали, ну ни у кого из моих друзей не было никакого сомнения, что это полная хинея и абсурд. То есть никаким бомбизмом он не занимался и бомбы не изготовлял. Ну просто как бы понятно, власть не любит анархистов, власть пытается их теми или иными силами сажать. Я призываю власть к тому, чтобы азата отпустить. И если аргумент, что человек невиновный в изготовлении бомбы не должен за это сидеть, не прокатывает, я предлагаю другой аргумент. Он связан с тем, что в 2022 году у нас будет конгресс по математике в Петербурге, великий этот, каждые четыре года происходит математический конгресс. Историей с азатом Мефтаховым могут воспользоваться наши враги. Понимаете? Какой-то набор там мутных ученых с Украины и других непонятных территорий. Ну, нет, ничего, конечно, специально есть замечательные украинцы, но есть и такие, которые как бы украинцы, украинцы, как это, профессиональные украинцы, борцы с российской государственности, так вот они сразу воспользуются. этим, чтобы снова поднять тему об отмене этого конгресса в России, переноса его в другую страну. И это смертельно ударит по нашей репутации. Поэтому, пожалуйста, власть придержащие, отпустите азата хотя бы потому, чтобы нам нормально провести этот конгресс. 2022 год будет годом большого количества событий математики в России, да? Вот. И давайте как бы не портить друг другу, нам всем жизнь. Так что, свободу Азату Мефтахову. Первое. Второе звание, оно, значит, про Ивана Сафронова. Опять я говорю, свободу Ивана Сафронова, потому что происходит театр абсурда. Владимир Владимирович говорит, что он в том месте, не виноват, и у него могут быть претензии только в этом месте. При разборе делов получается, что все наоборот, да? То есть, вот период А, вот период Б. Один говорит, что он в периоде Б, другие говорят, нет, в периоде А. Договориться о том, в каком периоде он, ну, конкретно виноват, у них, кажется, не получается. Мне кажется, что это все сшито белыми нитками. То есть, ну, как бы, есть какие-то показатели, да? Ну, как действует, ну, не знаю, вот вы опер, допустим, не очень, не очень, не с очень глубокой, так сказать, моральной какой-то основой. Вы берете, и вам нужно посадить несколько человек. Ну, там вам просто это кипяй ваше, да? Вы хватаете и сажаете, ну, как бы, как бульдог, да? Ну, вот я хочу сказать, что отпустите Ивана Сафронова, потому что вот бульдогу будет больно, если вокруг все будут его все время просить, да? Даже если его ударить нельзя, но все вокруг ему во все уши, да, там, отпусти, отпусти. Вот я тоже, я также прошу вот бульдога государственной машины отпустите Ивана Сафронова на волю. Нет никакого там состава, видно же, что нету. Вот. Далее, третье мое обращение, новогоднее, к Владимиру Владимировичу Путину напрямую. Вам надо вмешаться, потому что происходит полный беспредел, абсолютно полный, по, якобы, из-за ковида происходит полный беспредел. А именно, закрываются музыкальные школы, закрываются кружки, а на каток нельзя войти без QR-кодов. Я молчу о том, что это абсолютно антиконституционно и вообще это апокалипсис. Владимир Владимирович, мне кажется, что вы человек верующий. И вы знаете, что написано в последней главе Великой книги. На всех будет печать, да, зверя, и никому не продавать будут, значит, разрешать, не покупать без этой печати. Так вот, у вас есть уникальный шанс отодвинуть апокалипсис у нас в стране, дав им всем по рукам. К эпидемии это не имеет никакого отношения. Пока открыто метро, любой математический расчет означает, что все остальное это о малое и никакого реального там добавка к течению эпидемии не имеет. Давайте прекратим друг друга кошмарить. Давайте уже договоримся, что ковид как бы сам как-нибудь закончится там этой эпидемией и пройдет. Давайте отменим все эти QR-коды, давайте выпустим школьников в школы, давайте откроем музыкальные школы, все кружки и вернемся к человеческой нормальной жизни в 2021 году. Поэтому, Владимир Владимирович, вас с Новым Годом, всех моих подписчиков тоже с Новым Годом и я приглашаю всех посмотреть крутейшую подборку моих интервью, которая вот здесь внизу дана Матвею Лаптеву, в Риге майор и как я разбираю кагомологии. В Риге огромное интервью там про русский мир и вокруг. Стрим с Росовым и Хованским очень интересный был у Бориса Сергеевича Бояршинова там целых два уже вот с недавнего времени было. Потом интервью реальному времени, интервью в Нальчике такое откровенное, что я просто не знаю, ну вот так жалко его так мало народу смотрит. Короче, мне обидно, меня игнорируют, да? Доктор, знаете анекдот? Доктор, доктор, помогите. Что у вас? Что происходит? Что? Доктор, меня все игнорируют. Так, следующий. Короче, у вас длинные новогодние праздники впереди. Смотрите все интервью подряд. Они на других каналах, не на нашем, поэтому я указываю на них. Вот. Еще одна очень крутая и веселая история случилась с лотереями с ТОЛАТО. Они ко мне обратились, чтобы я срочно снял некие ролики, объясняющие, почему там, ну, почему, скажем, выигрывает каждый второй или почему там неверно, что выигрывает только в Москве, ну, еще там много чего. Я попытался, я говорю, ну, хорошо, мы можем сделать, да, это как бы нормально, такая рекламная, как это называется, не интеграция. Ну, короче, отдельный ролик, да, выпустить про это. Я готов. Вполне, мне почему бы нет, но я не буду говорить неправду. Да, 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 конечно, у нас только правда, все только правда. Если правда, дайте, пожалуйста, данные по вашему, значит, по вашим билетам, сколько было куплено, сколько выиграло, чтобы я посчитал сам вероятность, там, одна вторая или не одна вторая. Ну, в общем, кончилось тем, что со связи они ушли и данных не представили, но те данные, которые они успели представить про ход лотереи, они настолько интересны, что я совершенно бесплатно в какой-то момент расскажу вам про то, как проходят лотереи, уже без вот этого вот, без рекламной интеграции, а просто на свой канал, чтобы каждый понимал, какие там шансы, какие здесь, какая теория вероятности в них заложена. В общем, я анонсирую ролик о лотереях не у них, а у нас, совершенно без рекламы, когда-нибудь, надеюсь, что в 21 году. Мне кажется, что это будет очень интересно для всех наших подписчиков. Ну, а, так сказать, повторяю всем рекламодателям. Меня можно, так сказать, попросить что-то опубликовать, но это будет всегда только правдой. А неправду за деньги я не публикую, правду за деньги я могу опубликовать, но мне деньги не так сильно нужны, чтобы я шел на неправду ради них. Вот такие вот дела. Вот такой классный нас ждет год. Я надеюсь, что все, что я сказал негативное, уйдет, а все позитивное придет. Поэтому с новым 2021 годом, который я предлагаю каждому из вас разложить на множители. Маткульт, привет! Дорогие друзья, классная доска, правда? Так вот, огромное спасибо всем, кто стал нашими патронами, ибо эта доска снимается на средства Патреона. А те, кто еще не стал, мы всех приглашаем встать. Записывайтесь на Патреон. Субтитры создавал DimaTorzok